Каждый шестой трудящийся в России имеет как минимум два профессиональных заболевания. Такая статистика. И как определить, что причина плохого самочувствия кроется в условиях труда? Можно ли отказаться от заведомо опасной работы? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Екатерина Борзых, врач-профпатолог, врач-терапевт высшей категории, руководитель Центра профпатологии СамГМУ. Здравствуйте. Я только напомню, что мы работаем в прямом эфире. И напомню телефон, хотя вы хорошо знаете его, 202-11-22. К нам в студию можно звонить и задавать вопросы доктору. Врач-терапевт – это всем понятно. Наш самый любимый врач. А вот врач-профпатолог, я думаю, что вызывает затруднения у многих. Может быть, начать программу стоит с этого. Давайте я немножечко расскажу, кто такой врач-профпатолог, потому что на самом деле не все знакомы с такой профессией. Врач-профпатолог, если вслушаться в само название профпатолог, можно его расшифровать как профессиональные патологии, то есть профессиональные заболевания. А профессиональные заболевания у нас возникают тогда, когда мы трудимся, оказываем свою трудовую деятельность на работе. И достаточно большое количество профессиональных заболеваний может быть в зависимости от того, в какой сфере мы трудимся. Металлургическая сфера, газо-нефть перерабатывающая, автомобильная, пищевая промышленность. Во всех этих сферах могут развиваться разные профессиональные заболевания. Вообще, вот слово патология, оно такое устрашающее немножечко. Настораживающее. Как минимум настораживающее, да. И если мы говорим о профессиональных патологиях, то чаще всего, наверное, приходит ассоциация с какими-то тяжелыми химическими производствами, может быть, металлургическими. То есть, вот это именно вредные, тяжелые производства могут быть... Причиной развития. Источниками, я хотела сказать. Причиной развития заболевания. Да, конечно, в основном разделяют несколько видов профессиональных болезней. Они могут быть острыми и могут быть хроническими. Центр профессиональной патологии, который базируется в Самарском государственном медицинском университете, в клиниках, и сам Центр профпатологии, мы в основном занимаемся заболеваниями хроническими профессиональными. То есть, это те заболевания, на которых нужно потратить достаточно большое количество времени работающему человеку, да. Это опасные условия труда, 3-1 и выше в основном. И на этих рабочих местах люди должны провести достаточно большое количество времени. Например, это могут быть летчики, да. У них часто развивается тугоухость, да, в связи с тем, что у них шум, вибрации. Или, например, сейчас, слава богу, вернули педагогам заболевания лорорганов, да, то есть это при напряжении голосового аппарата. Это, как ни странно, да, вроде бы не такая тяжелая профессия. Казалось бы. Казалось бы, да, но на самом деле перенапряжение голосового аппарата и стрессы, да, и да, и если там его не будет, как казалось бы, такого сложного производства, это тоже вызывает профессиональные заболевания. У медицинских работников биологические факторы могут быть причиной развития профессиональных заболеваний. Такие, как вирусные гепатиты. К сожалению, в прошлом году у нас было большое смещение профессиональной заболеваемости. Большое количество медицинских работников у нас болело в связи с тем, что у нас был COVID-19. Да, в этом году, слава богу, мы победили эту эпидемию. И сместилось у нас в основном большее количество заболеваний профессиональных у нас связано с физическими факторами. Чаще всего мы выявляем нейросенсорную тугоухость в связи с тем, что большой шум на производствах. Как бы это первое заболевание, которое у нас есть. Следующее – это заболевание лорорганов, заболевание трахеи, да, бронхолегочные патологии, может быть, бронхиальные астма, аллергические развиваться. Кожные заболевания, бывают онкозаболевания в связи с тем, что есть канцерогенные на производствах химических. Ну, биологические пыли, которые тоже могут воздействовать физически на заболевания легких. А вот вы сейчас перечислили возможные профзаболевания, а они все характерны для Самарской области? Или у нас, вот в нашем регионе есть какие-то несколько особо часто развивающихся? Ну, я отметила, что как раз у нас особо часто развивающиеся – это заболевания, связанные с физическим фактором. Это нейросенсорная тугоухость у нас стоит на первом месте. А что все-таки чаще всего является причинами, вызывающими профессиональные заболевания? Их множество причин, да, в зависимости от того, в каких условиях труда человек работает. В зависимости от того, если он работает, например, на нефтегазовой добыче, да, это могут быть химические воздействия, да, плюс физические накладываются. То есть у одного человека при работе в сложных условиях труда может развиваться несколько профессиональных заболеваний, как вы сказали, да, что у каждого шестого их два и более. Поэтому есть определенные по спецоценке условия труда определенные классы. Первый класс – это оптимальный, да, то есть человек работает в хороших условиях и практически невозможно, чтобы у него развелись какие-то профессиональные заболевания. Второй класс – это допустимый, он тоже примерно такой же, как и первый. Третий класс – это вредный. И как раз после этого класса, третьего, рекомендуется проходить не просто обычные периодические медицинские осмотры, а именно медицинские осмотры, которые должны проводиться в центре профпатологии один раз в пять лет. Вот как раз наш центр профпатологии в клиниках, сам ГМУ, занимается именно тем, что мы обследуем людей, которые работают во вредных условиях труда. И выявляем у них первичные признаки профессионального заболевания и достаточно большое количество соматических заболеваний, потому что, к сожалению, обычное проведение периодических медицинских осмотров у нас не имеет очень высокого качества. А вот вы сейчас говорили про учителей, и я бы вот в связи с учителями, наверное, назвала бы, может быть, там какое-то моральное перенапряжение, психоэмоциональное, а вы назвали тугоухость. Поэтому это вот такие… Голосовое перенапряжение. Голосовое перенапряжение. Перенапряжение голосового аппарата. А вот поэтому, видимо, есть неочевидно опасные профессии для здоровья. Вот вы могли бы назвать самые опасные и самые безопасные, может быть, примедительно к Самарской области? Самые опасные, самые безопасные. Ну, во-первых, конечно, для здоровья. Ну, самое опасное, это когда человек работает в очень вредных и опасных условиях труда, например, это, может быть, шахтеры. Все, что для нас не характерно, наша жизнь, под водой, например, водолазы, высоко в небе летчики, где-то в шахтах, шахтеры, это все, конечно, является опасными производствами. И это самое опасное, металлургическое, где мы работаем, где работают в цехах люди при огромных температурах, движущиеся предметы. То есть там, где человеку не свойственно его пребывание, это является самыми опасными условиями труда для гражданин. Для тех, кто опоздал к началу программы, напомню, что сегодня у нас в студии Екатерина Барзых, врач-терапевт, врач-профпатолог. Мы говорим о профессиональных заболеваниях. И, честно говоря, эта тема впервые поднимается в нашем эфире, хотя она настолько важная, наверное, и интересная. И перед эфиром с вами разговаривали, я поняла, как много мы не знаем, как много существует возможностей для людей поддерживать свое здоровье. Телефон 202-11-22, к нам в прямой эфир можно позвонить. И, ну, еще, чтобы, может быть, уже как-то завершить тему таких общих вопросов, Вот вы сказали, что бывают острые состояния, бывают хронические состояния, причисленные к профессиональным заболеваниям. А вот травмы, полученные на производстве, это вообще из другой епархии? Да, травмы, полученные на производстве, они к профессиональным заболеваниям, ну, не очень имеют отношение, потому что это несчастные случаи на производстве, которые происходят, их регламентируют немножечко другие приказы. То есть, если вдруг с человеком произошел какой-то острый несчастный случай на производстве, травма какая-то случилась, да, или, например, у нас были случаи, когда он стал все-таки хроническим, то есть острое отравление. У нас у нас работник одного из предприятий, случился несчастный случай, он упал, получил отравление, которое очень серьезно сказалось на его здоровье, сначала у него это было острое состояние, ему его привели в порядок в больнице Середавина, да, там, где у нас лечат как раз острое отравление. И после этого он обратился в бюро медико-социальной экспертизы, мы поставили утрату трудоспособности, он пришел к нам на комиссию, и с течением времени это заболевание у него перешло в хроническое профессиональное заболевание. То есть, может быть и такое, после травм острых оно может перейти в хроническое отравление, и мы будем его наблюдать и лечить в Центре профпатологии, госпитализировать, оказывать ему лечение. И, соответственно, он после обращения в бюро медико-социальной экспертизы, ему устанавливается процент утраты трудоспособности, то есть, он получает доплаты, у него устанавливается профессиональное заболевание, у него появляются определенные льготы, которые государство ему оказывает, он может проходить лечение, если ему положено, он может проходить санаторно-курортное лечение и обеспечение лекарственными препаратами. Если это вдруг какие-то несчастные случаи на производствах происходят, и там травмы, да, там человек может лишиться руки, да, это протезирование, ну и все то, что может возвратить человека к нормальной жизни. Но произошел несчастный случай, это уже очевидно. А если не произошел и внешне никак заболевание не проявляется, вообще каким образом устанавливается диагноз профзаболевания, и всегда ли получается установить вот эти причины, следственные связи, плохого самочувствия и условий труда? Ну, для того, чтобы врач-профпатолог на комиссии, потому что все эти заключения мы производим комиссионно, да, для того, чтобы нам это установить, нужно, чтобы достаточно был хорошо обследован человек, да. Поэтому проведение периодических медицинских осмотров – это очень важный шаг для любого работающего. Потому что, во-первых, у человека появляется возможность, которую, да, предоставляет работодатель ежегодно проходить периодические медицинские осмотры, там врачи приезжают и могут установить, да, какие-то ранние стадии. И следующее, по этому наблюдению, для того, чтобы человек, если вы говорите неочевидно, то есть, да, это не должно быть неочевидно, если вдруг человек неочевидно пришел, и у него уже есть какое-то заболевание, нам будет достаточно трудно связать. Поэтому для того, чтобы мы могли связать профессиональное заболевание, нам нужно собрать определенный пазл. То есть это достаточно большой пакет документов, которому нужно человеку подготовить, да. Это проведение периодических медицинских осмотров обязательно должно быть. После того должна быть центрально-гигиеническая характеристика, она откуда берется. То есть человек проходил периодические медицинские осмотры, долго работал в каком-то, на каком-то производстве, например, да, он долго работал в шуме, он приходит и начинает жаловаться на периодическом медосмотре. Или просто у врача, к которому он обратился в поликлинике, я что-то начинаю хуже слышать. Хуже слышать, его начинают обследовать, обследуют, и тут доктор, любой доктор, доктор в поликлинике, либо доктор на профосмотре, может заподозрить профессиональное заболевание. После чего он регистрирует это в экстренном извещении. Это экстренное извещение направляется в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор по этому экстренному извещению проводит свое расследование. Создается по этому расследованию санитарно-гигиеническая характеристика. После того, как эта санитарно-гигиеническая характеристика собрана, пациент приходит на консультацию к врачу-профпатологу. Врач-профпатолог спрашивает, задают ему вопросы, долго ли он работал в этих условиях, смотрит санитарно-гигиеническую характеристику, в которой прописано достаточно большое количество информации по спецоценке условий труда. Если, допустим, он работал в шуме, у него будет превышение по шуму. Если он работал с химией, там будет или не будет превышение данных химических веществ. После этого врач-профпатолог смотрит, и если он говорит, да, у вас возможно, пациент начинает дальше собирать следующие данные. Данные амбулаторной карты, обращаемость его нам очень важна, и он госпитализируется в центр профпатологии. И здесь происходит уже его дообследование. Врачи комиссионно собираются, продолжают анализировать поступившие документы, общаются, исследуют пациента. И после этого все эти данные предоставляются на комиссию. И на комиссии врачи, не один врач-профпатолог, у нас очень большое количество врачей, которые занимаются расследованиями, это и врачи-неврологи, это и хирурги, это и дерматологи, это и онкологи. Совместно, все вместе мы приходим, принимаем какое-то решение, есть ли связь заболевания с профессией или нет. Если мы это заболевание связали, после этого отправляется акт расследования профессионального заболевания к работодателю, работодатель соглашается с ним, если он соглашается, и данные дальше поступают в бюро медико-социальной экспертизы, где устанавливается определенный процент утраты трудоспособности. И человек получает определенную доплату. И санаторно-курортное лечение, возможно, если оно прописывается, и лечение в Центре профпатологии, ну и, соответственно, те льготы, которые должны быть для него, для того, чтобы поддержать его здоровье. Вот вы сказали, что должны быть обязательные профосмотры. Я могу просто предположить, что множество людей настолько дорожат работой, рабочим местом, что, понимая возможность признания нетрудоспособности какой-то после профосмотра, могут, ну, осознательно избегать вот таких вещей? Или это я все сейчас придумала? Нет, конечно, конечно, есть такие пациенты, которые, да, они могут скрывать о своем состоянии здоровья, конечно. Потому что если человеку важно работать, они могут скрывать, например, у него, возможно, был инфаркт, да? Он может об этом не сообщать. Или у него есть инвалидность, он об этом не сообщает. Но, как правило, к сожалению, качество периодических медицинских осмотров не всегда на высоте, да, потому что мы прекрасно понимаем, что работодатель это должен оплачивать за свой счет, и что проведение качественного периодического медицинского осмотра, оно не может стоить дешево. А так как наша система, мы все выходим на торги, и в зависимости от того, кто даст меньшее предложение, соответственно, работодатель, он даже, и, может быть, и не хотел, но есть определенные порядки законодательства, по которым он должен выбрать наименьшую сумму. Да, и не всегда качественно можно провести этот периодический медицинский осмотр, поэтому, а когда мы проводим периодический медицинский осмотр, хорошо, у нас 29-й приказ регламентирует проведение профосмотра тех людей хотя бы, кто работает во вредных условиях труда в центре профпатологии, и там работают у нас не просто врачи, работают врачи-профессионалы-профпатологи, которые нацелены на выявление ранних признаков профессионального заболевания, и мы их обследуем достаточно хорошо. И если пациент скрывает, ну, с нами это не очень получается. Но он, конечно, может скрывать, потому что если мы где-то кого-то отстраняем, то это не только медицинский вопрос, это еще громадный социальный вопрос, потому что у человека есть работа, у него есть обязательства, у него есть какие-то обязательства перед семьей, да, и как бы терять работу, это очень сложно. Поэтому для того, чтобы таких случаев не было, если будут проходить регулярные медицинские осмотры, мы будем это отслеживать, то этого можно избежать. То есть вы как налоговый или пожарный взгляд наметанный, вы все равно увидите. Мы, к сожалению, или к счастью, да. К счастью, наверное, мы увидим это для человека, потому что у нас всегда есть возможность его дообследовать, есть всегда возможность решить эту проблему, да, не всегда мы отстраняем, потому что просто нельзя. Может быть, у нас есть какие-то вопросы к сердечно-сосудистым заболеваниям, мы его отправим, он полечится, да, потому что сам он не пойдет. Либо это какие-то патологии по зрению, мы его можем отправить, он прооперируется, да, либо это какие-то венозные нарушения, он сделает операцию, он может быть опять и трудоспособным, и это облегчит его состояние здоровья, продлит ему жизнь, и продлит ему его трудовое долголетие. И когда человек опытный и долго работает, это очень важно будет для работодателя, не нужно будет обучать новых работников, это будет сохранно экономически. Я напомню номер телефона 202-11-22, у нас совсем немножечко времени остается, и давайте мы сейчас узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись, а после этого вернемся в студию и будем уже заканчивать сегодняшний разговор. Первый в ПФУ высокотехнологичный гамма-нож для лечения патологий нейрохирургического профиля появился в Самаре. Оборудование установлено в радиохирургическом отделении больницы имени Середавина. Аппарат воздействует на пораженные ткани пучком лучей и лечит патологии головного мозга размером до 5 сантиметров. В поселке Овсянка Пестравского района началось возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта. Смонтирован металлический каркас и кровля здания. Здесь будет оказываться первичная, неотложная и экстренная помощь в соответствии с современными стандартами. В Самаре прошла межрегиональная научно-практическая конференция дерматологов. В мероприятии приняли участие врачи из всех регионов ПФО. Эксперты высоко оценили доступность дерматовенерологической помощи в регионе, материально-техническое оснащение подразделений, качество профессиональной подготовки специалистов. Медики признали, что употребление электронных сигарет и вейпов опасно для здоровья. Высокодисперсный густой пар проникает в альвеолы легких и вызывает развитие фаренгитов и бронхиальной астмы. В отдельных случаях может развиться тяжелое повреждение легких. В России нет дефицита лекарственных препаратов. Об этом заявили в российском Минздраве. Спустя год после введения санкций фармотрасль страны укрепилась и полноценно справляется с лекарственным обеспечением. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Екатерина Борзых, врач-терапевт, врач-профпатолог. И у нас остается еще немножечко времени, но тем не менее вы можете к нам позвонить 202-11-22. Думаю, вот какие-то самые важные, наверное, моменты нам с вами проговорить в оставшееся время. И вот хотела вас спросить. Уже давненько ведутся разговоры по поводу того, что здорово было бы вернуть из небытия цеховую медицину, когда раньше на каждом предприятии был цеховой врач, который наблюдал работника с момента прихода на предприятие до момента его увольнения. И как-то вот более-менее отвечал за его здоровье. Что вы об этом думаете? Да, на самом деле это очень замечательная мысль. И как раз Самарский государственный медицинский университет заботится и думает о том, чтобы как раз возродить цеховую медицину в лучших традициях прошлого и добавить немножечко туда будущего. Так как наш замечательный ректор Александр Владимирович Калсанов, он у нас инноватор, телемедицина, все новое, все новое, это все нужно для наших работников. Поэтому мы заходим в такие проекты, в которых мы хотим развивать цеховую медицину. Например, у нас есть заводы, в которых мы открываем свои здравпункты. В этих здравпунктах мы будем как раз следить и контролировать, проводить периодические медицинские осмотры, углубленные медицинские осмотры, оказывать всю необходимую помощь, которую нужно оказывать фельдшерами и терапевтам, работающим в здравпункте. Будем проводить и внедрять корпоративные программы, будем наблюдать за всеми работающими. И у врача-терапевта появится такая замечательная возможность от цехового врача, который как раз будет курировать всех работников, это проведение телемедицинских консультаций. То есть мало того, что работник будет иметь возможность прийти в свой здравпункт, где будет его знать доктор и понимать, что и когда ему нужно назначить, что когда нужно ему провести, какие манипуляции, процедуры для того, чтобы сохранить его здоровье. И если вдруг у врача будут возникать какие-то вопросы, терапевта, да, например, вопросы к кардиологу, вопросы к дерматологу, вопросы к ортопеду, он может связаться через телемедицинскую консультацию и получить пациента этот напрямую, не выходя в поликлинику по месту жительства, не теряя своего времени, и получить максимально квалифицированных, от максимально квалифицированных специалистов информацию, которую, собственно говоря, он получит сразу в своем здравпункте. А вот скажите, все-таки здоровый коллектив – это большая зона ответственности руководителей, потому что понятно, что в сегодняшних условиях, стесненных большинства предприятий, большинство, ну, ой, не боюсь это слово говорить, не права по поводу большинства, но многие руководители не хотели бы вкладывать деньги вот в эти программы, потому что, ну, это действительно средство, вот как быть все-таки? Вы знаете, это ответственность, конечно, в основном работодателю, да, но это ответственность самого работника, потому что если работник будет активно как-то заботиться о своем здоровье, и работодатель ему будет в этом помогать, то, мне кажется, и дальше это еще работа охраны труда, потом это еще работа центров профпатологии, потом это работа еще медицинских организаций, да, то есть мы должны все вместе сохранять это здоровье. Ну, а тем не менее, вот все-таки, чтобы это не пугало, понимая, что это огромные деньги, что это огромные какие-то моральные, может быть, затраты. Ну, но сейчас государство, да, государство всегда идет навстречу работодателю, и есть определенные программы, которые сейчас гармонизируют диспансеризацию профосмотра вместе с проведением периодических медицинских осмотров. То есть если для, например, для работодателя проведение периодического медицинского осмотра это очень дорого, и он никак не может из бюджета это средство достать, то вполне возможно, что можно договориться, и есть такой проект, что можно договориться и провести периодический медицинский осмотр вместе с мобильными бригадами из поликлиники, да, это будет диспансеризация профосмотра, там есть определенные анализы, которые может врач-профпатолог принять, и совместными усилиями поликлиники и за счет ОМС, и врачом-профпатологом можно провести это обследование для человека и сохранить, узнать его здоровье. А есть у нас прекрасные примеры, я не прошу вас называть название предприятий, но все-таки существуют какие-то корпоративные программы, какие-то вот методы именно оздоровления коллектива и заботы такой? Да, конечно, корпоративные программы существуют, помимо того, что у нас есть достаточно большое количество крупных предприятий, градообразующих нашего города, которые проводят все медицинские осмотры, и в Центре профпатологии раз в 5 лет, и периодические медицинские осмотры, и они не только их проводят, но они еще и заботятся и просят нас проводить у них определенные дни здоровья, недели здоровья. Они просят, чтобы мы рассказали, провели какие-то лекции, да, пригласили узких специалистов, чтобы они их записали, и клиники, сам ГМУ всегда идут навстречу, всегда все это организуется и проводится наилучшим образом. То есть это не обязательно прыгать в мешках, а можно просто прийти, послушать лекцию, задать какие-то вопросы? Можно прийти, послушать лекцию, задать какие-то вопросы, можно записаться на прием к узким специалистам по записи, они могут принимать, это может быть кардиолог, это может быть невролог, это может быть офтальмолог. Да, ну я благодарю вас за этот разговор. Мы пожелаем сейчас всем быть здоровыми, сохранять свое здоровье на долгие годы. Тем более, что сделать это не трудно, нужно только об этом знать. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»